Я пришла на остановку немного раньше, но жарит, конечно, на солнце, на открытом пространстве, прям вот зачетно. Если когда плохая погода тут продувает, ненормально, то сейчас вот как, прям вот можно загорать, лежать на дороге. Я пришла пораньше, потому что автобус иногда, ну, с огромной разницей, там даже в 10 минут приходит, покручусь, поверчусь, здесь сниму для вас новости. Очень хорошая новость пришла из, ну, как сказать, страховая и все касаемо здравоохранения, болезни и так далее. Значит, очень долго боролись люди с болезнью за свои права. Какая болезнь, это в Хорватии называется цистичный фиброз, если его переводить, типа, как на латинском, вот он как пишется, я не знаю, правильно выговариваю. В России совсем другое название, муковисцидоз. Причем в России используется вот второе, то, что я сказала, название, а в Хорватии именно другое название. И когда я искала информацию о больных, ну, думаю, муковисцидоз, такая опасная болезнь, наверняка есть в Хорватии, как эти люди лечатся, что. Потому что я смотрела очень долго одного блогера парня, отсмотрела видео, информация об этом как-то случайно на одном канале попалась. Я была в шоке от того, что это с рождения, что это надо правильно диагноз поставить, что это не лечится, что это очень тяжелая терапия, что это очень много лекарств. И, ой, и нет надежды, машина такая вылетает, и я на сутист. И я думаю, ну, как же с этим борются, наверняка что-то есть тут по Европе, другое, какие-то там, может быть, новшества. Есть, кстати, и фильм художественный, ну, документальных точно много, есть художественный, может быть, вы даже когда-то и смотрели. Ну, там он такой больше любовный, ну, типа трагичный, да. Ну, естественно, трагичный, потому что сама по себе эта болезнь очень трагичная. Страх постоянный. Вот у меня с детства есть проблема этих задыхаловок, сердце легкие, но у меня, слава богу, ничего генетического. Это все больше психико-психологически, плюс мышцы и так далее. В общем, но ощущение вот этого, что ты задыхаешься, что ты умираешь, ну, это я как-нибудь подробнее расскажу, как это было, и как, в общем-то, я, ну, хоть более-менее избавилась от этого всего дела. В общем, я искала и нашла, в общем, случайно, содружество, которое этим занимается в Хорватии. Ну, уже, естественно, сопоставила. А, нет, я даже видела вести. В вестях писали о том, что дети просят спасти их, значит, что не хотят включать дорогостоящие лекарства. А в Хорватии около 150 человек болеет этим. В основном, конечно, это дети молодые, потому что они доживают, ну, редко кто, мне кажется, до 40, 30 – это какая-то граница. А там еще зависимо от терапии, ну, короче говоря, понимаете, да, насколько это страшно. И, ну, и тяжелая болезнь. И, в общем, не хотели ставить на лист специальный, который одобряется с, типа, терапии бесплатные, ввоз лекарств и так далее. Тогда боролись очень сильно люди за эти права, родители, те, кто в содружестве занимался по этому вопросу. И вот они, можно сказать, победили. Сейчас должно еще пройти одно подтверждение, но вроде как оно все окончательно. Наша дума, так сказать, хорватская это одобрит. И как это будет функционировать, значит, лекарства. У нас там в списке есть три названия. Какие-то, вот, не знаю, я, может, неправильно прочитаю. Кавтрия, Калидека и Аркамбия. Эти три лекарства, они одобряют. Я точную цену не видела, не стала прям вот гуглить по ценам. Но дорогое лечение. И как оно будет проходить? Это, вот, я предполагаю, это как, знаете, когда, ну, не испытание, а все-таки должно быть подтверждение, что лекарство тебе помогает. Наверное, ты проходишь какой-то курс, подписываешь документы со страховой, с нашей вот этой вот здравоохранением. И у тебя должны быть анализы до принятия и уже потом после принятия. Я также не знаю, принимаются ли эти лекарства по отдельности или там по каким-то стадиям и ступеням болезни, заболевания. Или, в общем, как-то там совместно, или их как-то комбинируют. Короче говоря, должно быть подтверждение, что они после какого-то определенного времени действуют, работают, и человеку, ну, становится легче, лучше. И, ну, наверное, продлевают жизнь. Короче говоря, буду отслеживать эту информацию. Мне лично это интересно, потому что, ну, слава богу, меня не касается. И не дай боже никому. Но просто знать, что страна помогает, земля помогает с такими терапиями, это, конечно, очень и очень позитивно. Причем, знаете, вот смайлики, да, на которых собирали также деньги. Я так думаю, что у нас в Хорватии не очень много таких детей. Знаю, что в Словении собирали мальчику, но собирали очень много, очень быстро. Знакомая наша потом рассказывала, они сами перезванивали друзьям, знакомым, всем. Говорят, вот столько, сколько можешь, быстро, на этот счет. Мальчику насобирали. Ну, там один из самых дорогих, по-моему, может быть, даже самый дорогой укол в данное время на свете. В общем, мальчику насобирали. И даже было намного больше. И уплатили следующему ребенку или какому-то случаю, заболеванию подобного характера, тоже в помощь. На счет другого ребенка. Короче говоря, тоже позитивно. Но ведь где-то государство не оплачивает все-таки, потому что это огромные суммы. Я знаю, что в России добиваются помощи именно государству. Но как это все пройдет, пока что глухо. В общем, у нас вот такая вот история. Посмотрим, как там оно будет дальше. Наверняка об этом будет писать дальше. И надеюсь, что это действительно будет помогать. Потому что в случае со смайликами, в общем-то, хоть и дорогостоящее лечение, это все-таки сломанный ген, восстанавливает и спасает ребенка. Особенно если он до двух лет получает этот укол. И не сильно разорен организм, так сказать, болезнью. Может быть, и с этим муковисцидозом такая же история. И все-таки как-то придумают именно на уровне гена, как-то улучшать состояние людей. И это не будет так страшно. Так страшен этот диагноз.